Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Также в отношении Победилова и его гендиректора возбуждены административные дела за повторное неисполнение трудового законодательства. Сотрудникам аэропорта уже не первый раз задерживают зарплату. Проблемы начались с апреля прошлого года, когда были остановлены полеты по всей стране. Программа Экономика. Экономика. Ущерб от сбоя в оплате проезда в Кирове может составить миллионы рублей. Несколько часов 18 марта кировский пассажирский транспорт возил людей бесплатно. К этому привел сбой в работе терминалов оплаты. Они не работали, принимать деньги не было возможности. За наличные возить тоже, потому что невозможно было напечатать билеты. По оценке АТП, если бы сбой не удалось устранить в течение целого дня, ущерб бы только одному этому перевозчику составил около 6 миллионов рублей. Некоторые перевозчики, чтобы не терять деньги, просто не вывели машины на маршруты. Прокуратура из-за дорожного нацпроекта завела дело на УДПИ. По данным прокуратуры Кировской области, претензии возникли к ведомству из-за так называемых технических средств организации дорожного движения. На 32 миллиона их установил подрядчик КТЦ «Металлоконструкция». Работы официально не были приняты, подрядчик не получил соответствующие документы. Как отмечают в надзорном ведомстве, это привело к затягиванию сроков по нацпроекту. На руководство департамента парковой и дорожной инфраструктуры завели административное дело за нарушение порядка заключения изменения контракта. Оно пока на рассмотрении, но после этого городские власти завершили приемку работы, заплатили подрядчику 25 миллионов рублей. Осталась еще часть работы принять. Экономика. В завершении о валютах. Доллар и евро заметно выросли накануне. Доллар официальный сегодня 73.66, евро 88.12. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Ольга Болезина, новость экономики в Кирове. Продолжение следует...